Следующий концерт мы обязательно проведем в большом зале, и он состоится, кстати, 21 марта, в день рождения Иоганна Себастьяна Баха. Первое отделение будет посвящено немецкой музыке в общем, а второе именно Иоганну Себастьяну и его путешествия по родной земле, по родной Германии. А мы перемещаемся дальше. Следующим знаковым периодом музыкальной жизни Франции является галантная эпоха, эпоха рок-рокоп. В моде вежливость, недосказанность, несколько напускное изящество. Франция задавала моду и, по сути, была центром мира. Ей подчинялись во всем. В платьях, в манере поведения, в танцах. Музыкальный кодестал той эпохи занимал клавесин. Он стоял во дворцах в огромном количестве. Он украшал дома зажиточных горожан. У Баха, который был любит немцем, у него было, после его смерти, было, по-моему, 11 клавесинов. То есть можно представить размах трагедии. Точно так же, как у нас практически у каждого человека стоит рояль, францепиано и ледиа, то тогда стояли клавесины. Их расписывали, их инкрустировали. Они были совершенно разные и с разным звуком, с разным звучанием. В распорядке дня у Младких королей, кстати, было обязательное музицирование, несколько часов. И, конечно же, для клавесины писали. В том числе, миниатюрные, яркие, красочные, поистине, галантные пьесы. И композиторов, которые на этих пьесах писали, даже стали называть не как-нибудь, а французские клавесинисты. И творчество их, прежде всего, представлено Люли, Ромо и Купереном. И вот Франсуа Куперен, произведение Франсуа Куперена и Жанна Филиппа Ромо в нашем концерте, будет представлена шутницей и мошкой. Это музыка Куперена. А музыка Ромо — привлекательные птицы. Послушать миниатюры на рояле вы можете в Большом зале консерватории. Послушать в аутентичном исполнении на клавесине, в Малом зале филармонии. А у нас они прозвучат в исполнении некоего кентавра, в который включает в себя хрустальный звук клавесина и динамические возможности портопиано. Спасибо.